Привет, я Евгений Матвеев и это мастерская пит-стоп. Небезызвестная ведущая цикла спорных передач Надежды Малышева однажды запилила очень популярную серию из своего разряда о искусстве какать. Сегодня я хочу дополнить ее тему некоторыми подробностями. Итак, сегодня у нас на ремонте спид-гир. В адаптивном переводе это быстрая передача анальных болей от товара к покупателю, поэтому, если вы надумали строиться, это идеальная покупка для того, чтобы получить ровненькие блестящие кирпичи прямо из своего собственного заднего прохода. В общем, достался он мне на ремонт по той причине, что он прекратил заводиться. Экспресс-осмотр показал, что компрессия у него аж 2 атмосферы, потом у него перепрыгнул механизм ГРМ аж на 4 зуба. Это, в общем-то, вполне нормально для китайского двигателя. И еще здесь целая куча интересных подробностей, которые сегодня я буду освещать. Ну и, разумеется, главная задача сегодняшней серии это все-таки умудриться вот это вот завести. Итак, если вы счастливый владелец 157-го мотора и в довесок еще и китайского спутера с этим мотором, то только вы можете являться счастливым обладателем такой вот опции, как накидывание цепи без расслабления механизма натяжения цепи. Сейчас я продемонстрирую, как это все может выглядеть. Так, нахлобучивайся. То есть, ну вот таким вот как-то образом. К сожалению, я сейчас перепрыгнул немножко в другую сторону. Здесь у меня стоит натяжитель, он натянут. И, в общем-то, то, что вы сейчас видите, это вполне нормально для китайского мотора. В общем, сейчас я буду его препарировать в попытке понять, что же интересно все-таки произошло и почему он заглох. Хотя я уже, в принципе, догадываюсь, что головки трындец. Вообще, при всей своей нелюбви к китайским скутерам я их очень люблю. Я могу даже объяснить, в принципе, свою позицию любви-нелюбви. В общем-то, не люблю их по той причине, что они адово, дико, люто, бешено сыпятся. А люблю их по той причине, что это хлеб насущный для меня на каждый день, причем в огромном количестве. То есть, как вы понимаете, сколько это дело не делай, все равно оно будет продолжать ломаться и будет это делать с удовольствием. И, в общем-то говоря, если взять китайский 157-й двигатель, то это единственный четырехтактный двигатель, у которого масло имеет свойство заканчиваться. То есть, если масло не кончилось, значит, его туда доливать нет смысла, а менять так подавно. Что и случилось и с этим агрегатом. Что-то я пока не могу никак понять, почему это все дело не выкручивается. Я подозреваю, что здесь уже, в общем-то, нету резьбы, что вполне нормально для китайского мотора. Ну да ладно. Есть у меня одно приспособление, которое поможет мне сейчас открутить быстро и эффективно винт. Так, где бы его... А, вот оно. Вот. Надеюсь, вам сейчас будет видно. Показываю, как быстро и эффективно открутить винт М5 на хомуте, если он не хочет откручиваться. Вот так. То есть, как вы понимаете, это вполне нормально. То, что на винте, который откручивается раз в год, два в пятилетку, крякнула резьба. Что не может не радовать как меня, так и моего зрителя, который очень любит слово замечательно. И нужно снять все навесное с головки. А это карбюратор, впускной тракт, потом глушитель, впускной патрубок. Можно снимать, можно не снимать. Нет, хотя все-таки придется снимать, потому что кожух вот этот вот снять не удастся, если вы не снимете впускной тракт. Одна лишь радость в китайском моторе, это то, что до него всегда можно добраться за редкими-редкими исключениями. Тогда, когда китайцы сначала делают дизайн, а потом запихивают туда мотор именно таким образом, что не до одного узла или агрегата добраться не представляется возможным, по причине того, что они сначала делают, потом думают. Впрочем, ничего нового. Итак, отсоединяем вакуумную магистраль, еще одну вакуумную магистраль, топливную магистраль. До свидания. Удивительно, что вакуумный кран еще работает, хотя он очень любит этого не делать. О, ну, здесь уже, в принципе, образовались некоторые подробности, по которым, возможно, этот двигатель и крякнул. Сейчас я их продемонстрирую, вы поулыбаетесь и мы поедем дальше по списку, как говорится. Итак, где-то у нас здесь был подсоединен электроклапан, обогащение смеси. Ой, что-то где-то полилось, но это нормально. Если полился бензин, это хорошо. Самое главное успеть, пока он не испарился, поджечь, чтобы это все горело и можно было погореться. Все завязано на веревочке, это нормально, это вполне нормально. Возможно, это даже заводская веревочка, потому что, ну, сами понимаете, в целях экономии хомуты это сейчас вполне очень даже круто, тем более для такого недорогого и доступного широким массам мопеда. Итак, показываю. Сейчас я поверну на себя экран. В общем, вот так вот выглядит диффузор впускной карбюратора. Это нормально. Это микроабразив, который помогает притираться цилиндропоршневой группе во время обкатки. Так что, если вы все это увидели, то не следует здесь лезть, мешать механизму работать. Это все вполне в пределах нормы, что не может не радовать. Так, снимаем впускной тракт. Кому-то не нравится слово манифольд, значит, мы сегодня не будем говорить манифольд, манифольд, манифольд. Будем говорить впускной тракт. Снимаем впускной тракт. Сняли. Так, я нашел какую-то хрень. А, это хрень, это винт, который держал хомут. В общем-то, здесь он раскручиваться не захотел, что вполне себе хорошо. Это дает мне возможность покачать бицуху, перекусывая все подряд, что мне нравится и не нравится. И так далее, далее, далее. Ну, в общем, я сниму пока глушитель. Как снимать глушитель, думаю, не надо никому подолгу объяснять. Снизу два болта, сбоку два, может быть три. В моем случае, по-моему, все-таки два. Нет, все-таки три. Нет. Нет, все-таки даже четыре сбоку. Ну, а дальше снимаем кожух, снимаем головку, снимаем цилиндр, снимаем все и выбрасываем. Возможно, все это придется выбросить, потому что, скорее всего, это не ремонтопригодно. Ну, я снял глушитель. Выглядит он вот таким вот образом. Он очень тяжелый, поэтому его можно держать даже одним пальцем, как вы понимаете. То есть, все это сделано из высокопрочной, тонкостенной прессованного риса. Возможно, кое-где с применением частиц стали. Теперь можно снять кожух. Кожух снимается методом откручивания вот с правой стороны шурупа. Вот такого вот нано ржавого шурупа. О, нано ржавый шуруп. Так, здесь вот с левой стороны такой же нано менее ржавый шуруп. Потом один болт м6 подголовку на 8 с левой стороны. Сейчас я все это покажу для тех, кто не в курсе, для тех, кто не курит манны, ведет здоровый образ жизни. Это, кстати говоря, один из немногих двигателей, который, в общем-то, чувствует себя лучше, если в него попадает как можно больше всякого мусора вовнутрь. Мусор, как правило, работает микроабразивом для притирки трущихся частей и, в общем-то, впоследствии снижает трение вместе с компрессией и тягой, что вполне нормально, поскольку двигатель очень мощный и лишняя мощность нам ни к чему. Так, вот, в общем-то, ой, что-то отвалилось. Это лишнее было только что то, что упало. Вот это вот верхняя часть кожуха обдува. Здесь можно добраться до натяжителя цепи ГРМ. Впрочем, это не всегда даже нужно. Как вы понимаете, натяжитель цепи ГРМ здесь вообще чисто символическая деталь двигателя, сугубо для комплектности. Потом, это не самое интересное, это можно выбросить. Вот это самое интересное, то, что я сейчас хотел продемонстрировать. Вот это нижняя часть кожуха обдува с системой адаптивного контроля охлаждения двигателя. Как видите, вот это вот нано-отверстие, это, в общем-то, последствия взаимодействия с выхлопной трубой. То есть, выхлопная труба, когда сильно нагревается, кожуха обдува плавится, открывает дополнительное окно, и двигатель охлаждается лучше. Ну, в общем, едем дальше. Так, здесь у нас, по-моему, да, 12. На 12 у нас здесь гайки. Резьба М8, шаг стандартный. Не теряем шайбы, шайбы нам пригодятся. Шайбами можно будет сыграть в хоккей. Так, какая-то шайба потерялась, она, значит, была лишняя. Откручиваем последнюю гайку на головке. Ну, это, в общем-то, не последний крепеж на головке, но гайка все-таки последняя. Далее берем удлинитель, потом головку, где-то была головка на 8, была и перестала. Вот. Подкручиваем два боковых длинных-предлинных-предлинных болта. Они, по-моему, 100 миллиметров. Вот такие вот. Раз и два. Все. В общем-то, головку можно сдергивать, поскольку здесь уже все накрылось медным тазом. Так, вот нормальное явление, вполне себе нормальное, когда вы не можете снять головку из-за того, что у вас, в общем-то, шпильки самой головки мешают, мать ее в рот. Но это все в пределах нормы. Ладно, сейчас я попробую эти шпильки выкрутить, потому что, честно признаться, откручивать амортизаторы и забирать жопу двигателя вверх для того, чтобы снять сраную головку. Мне, честно, лень. Я обычно делаю так. Отпускаю чуть-чуть. Бокорезы у меня как раз со всех сторон обнимают. Потом я беру дрель. Ого, ага. Ну, вы поняли. И теперь можно свободно вынуть головку. Головка практически рабочая. Здесь немножко есть нагар. Нагар не особенно критичный конкретно для этого двигателя. Так, бленды, снимайся. В общем, вот так вот выглядят клапана. Чуть-чуть на них нагара. Возможно, эти клапаны не держат, но это все нормально. Это все интеллектуальная система декомпрессии двигателя. Итак, теперь бы сдернуть цилиндр, который сдергивается, что-то не спешит. Поскольку двигатель очень мощный, я не буду брать свой любимый молоток. Я возьму чуть-чуть молоток побольше. Вот. О, почти снялось. Поглядим, что у нас здесь. Так, успокоитель цепи. До свидания. Здесь немножко нагара. В общем, здесь вот такого цвета масла. Ну, это все абсолютно нормально для этого двигателя. Даже нормально то, что я с этого двигателя слил всего 200 грамм масла, как вы помните. Это единственный четырехтактный мотор, в котором масло можно не менять. Его нужно всего лишь доливать тогда, когда оно кончается. То есть вы вытаскиваете щуп, если на щупе нет масла, значит пора доливать. Менять не обязательно. Далее. Мы сейчас пойдем смотреть, как чувствует себя наша головка. Головка разбирается довольно просто. Как вы помните, всего лишь нужно заиметь приблизительно вот такого вот форм-фактора трубку и вот такого вот форм-фактора молоток. Поэтому мы берем трубку, наставляем на чашку клапана, таким образом, чтобы сухари провалились во внутреннюю поверхность трубки. То есть она должна быть приблизительно внутри больше, чем диаметр сухарей. Наставляем, берем молоток. Все, разобрано. Самое главное, сухари не растерять. Но, в общем-то, сухари, это дело такое. Если закончились, взял, насушил, поставил, все нормально. Разворачиваем головку на 180 градусов, повторяем процедуру. Берем, ставим. Получается не всегда с первого раза, но получается. Итак, у нас здесь две пружины побольше, поменьше, для того, чтобы снизить резонанс и зависание клапана, что, в общем-то, этому двигателю не всегда даже нужно и важно. Поэтому можно поставить большую пружину, можно не поставить вообще никакой клапан, все равно как-нибудь закроется. Итак, глядим. Совершенно нормальное состояние клапанов. Как впускного, так и выпускного. Сейчас буду показывать медленно и подробно. В общем, как вы видите, фаска здесь достаточно узкая, миллиметра три, что не может не радовать. Чуть-чуть нагара, это, в принципе, в пределах нормы. Немножко нагара здесь. То есть, налицо некоторое подъедание моторного масла. Но, впрочем, это нормально, ведь масло быть в двигателе должно, и оно все-таки же должно смазывать. Здесь кое-каких местах есть следы попыток прогорания клапана. Но клапан все-таки не сдался, он же не пальцем деланный. Как в анекдоте про комазиста. Я 30 лет за рулем, у меня никто не проскакивал. Так и у этого клапана. Попробуй меня прогори. Ну, в общем-то, на этой головке клапана, на выпускном клапане, немножко больше нагара. Это все для того, чтобы повысить немножко вес клапана, поскольку он слишком низкий. А низкий вес, это все, в общем-то, из области спорта. А поскольку у нас двигатель не спортивный, поэтому клапан должен быть тяжелым. Боюсь, что этой головке обздец. Возиться я с ней, собственно говоря, не особенно сильно хочу. Поэтому я думаю, что самый простой вариант, это прикупить такую же точную головку новую, дабы не возиться с этой, поскольку все, вот здесь, ну, немножко так устали. Ну, если бы могли, они бы еще немножко поездили. Но мне, честно признаться, обратно ставить ее уже не хочется. Вот уж, что меня всегда радовало и удивляло, это состояние цулиндра. Цулиндр здесь очень даже в неплохом состоянии. И, в общем-то, это вполне себе нормальное явление для этого двигателя. То есть, даже если написать в картер вместо масла, то все равно здесь не будет ни задиров, ни выработки, впрочем, как и сейчас. Поэтому цулиндр я менять не буду. Я поменяю только башку, цепь ГРМ, возможно, шестерни, хотя я еще подумаю, буду ли я менять шестерни. А шестерни там очень прочные. И, в общем-то, могут еще чуть-чуть походить. А у цепи это нормальное явление. Если растянулась цепь и перепрыгнула на 4 зуба, значит, пора капиталить мотор. Это такой себе индикатор поломки двигателя. Ну, в общем, знаете, как на иномарках там загорается, чек-энжин, пора менять масло. А в китайском двигателе перепрыгнул механизм ГРМ на 4 зуба. Все, пора менять двигатель. Я передумал. Я, пожалуй, все-таки цилиндр поменяю вместе с поршнем, потому что я только что обнаружил здесь рассинговые кольца. Для всех, кто хоть раз разбирал 157-й мотор, я покажу, какие здесь кольца. И заодно покажу, в общем-то, зазор. Вот такой вот зазор. Нижняя компрессионная немножко себя получше чувствует, но также, в общем-то, хреново. Ну, а для тех, кто совсем не в теме, я, пожалуй, продемонстрирую, как выглядят новые компрессионные кольца. Где-то они у меня здесь были. Ну, то есть вот это вот то, которое стояло сверху, а снизу это новое. В общем, как видите, оно чуть-чуть уже, ввиду того, что оно немножко износилось. Впрочем, это все в пределах нормы. Вы же понимаете, двигатель работал на специальной притирочной пасте, интеллектуальной. И я еще, плюс ко всему, нашел, в общем-то, причину. Я был долго озадачен мыслями о том, почему же так произошло с двигателем, что это, интересно, должно стоять в фильтр-боксе, чтобы так чудесно отфильтровывать грязь, которая вся осталась в карбюраторе. И я нашел причину. Девственный фильтрующий элемент. Фильтр-бокс у нас выглядит вот таким вот образом. И, конечно же, никто не знал, что здесь нужно менять этот элемент. О чем вы говорите? Давайте мы в него немножко дунем. Посмотрим, сильно ли он забит. А вообще, если честно, тут, в общем-то, налицо все признаки того, что он порвался. То есть, все так вот выглядит. Вон там дырки сквозные. Потом вот здесь все плохо. С другой стороны, ничуть не лучше. Все вот это вот здесь шевелится, телепается. Ну, в общем, все в пределах нормы относительно китайского двигателя. Китайского. Опять придется колхозить. Я в очередной раз разбогател на дополнительную дозу алюминия в качестве цвет мета для того, чтобы все это дело сдать. Поэтому, пожалуй, я уже отсюда выкручу натяжник, потому что на этом горшке он уже, скорее всего, стоять не будет. Ну и что? Теперь моя задача дождаться головку. Потому что головки в данный момент наличия нету. Она будет чуть-чуть позже. Меняем цепь. К сожалению, мне не удастся сегодня показать, насколько растянута старая цепь, потому как я ее сейчас буду использовать для протаскивания новой цепи. Мне лень долбаться с протаскиванием новой цепи с нуля. Поэтому я сейчас зацеплюсь за старую, если мне это удастся. Потому что она тут что-то уже застряла, тварь такая. Вот. То есть я что делаю? Ну, собственно говоря, я данную процедуру делаю первый раз в жизни, поскольку я вот только сегодня купил вместе с новой головкой еще и хитрожопый съемник. Так, да блин, ну что ты мне... Вот. Я расклепал обе цепи и сейчас вот таким вот образом сведу их две в кучу. Становитесь, девки, в кучу. Есть у меня специальная посаженная проволока. Вот так вот я ее типа замком застегнул и теперь тянем-потянем. Одна лишь беда, что все это против шерсти. То есть мы сейчас таким образом еще тащим за собой механизм обгонной муфты стартера. Поэтому приходится прилагать излишние усилия, что, конечно же, во времена крымской жиры делать очень не хочется. Но придется. Зато дешево, сердито и способ работает. Вот. Новую цепь я заслал. Сейчас останется только ее заклепать. Старая цепь у меня в руках. Новая цепь на месте. Теперь лишь осталось, используя все тот же съемник, то есть расклепывальщик, заклепывальщик цепи, поставить обратно сюда замок. В общем-то, даже не замок, а шплинтик. Сейчас придется повозиться. Потом я отдельно покажу, как это все работает в более удобных условиях. Я вытрахался только что в попытке заклепать цепь, но я ее заклепал. В общем, в чем основная суть проблемы. Вот это вот такого вот плана съемник. Я сначала хотел купить съемник велосипедный. То есть, я не знаю, ну, наверное, съемником цепи это не совсем корректно называть. Их там то, как называют. И выжимка цепи, что, в общем-то, не сильно благозвучно, особенно для моего уха. В общем, будем называть его съемником цепи. Во всяком случае, мне так хочется. Вот так вот это выглядит. С одной стороны, механизм расклепывания, а с другой стороны, механизм заклепывания. Но объясню, в чем здесь есть один большой минус этого механизма. Берем механизм расклепывания цепи. Берем цепь. Вот она. Вот таким вот образом одевается вся эта система. То есть, изначально выкручивается вот такой вот болт полностью. Ну, можно полностью, можно не полностью. Вот так вот он выглядит. Его диаметр жала совпадает практически с диаметром шплинта в цепи. Шплинт в цепи имеет диаметр 2,6 миллиметра. Вот таким вот образом все это дело зажимается, вставляется болт с жалом. Потом, в моем случае, необходим шестигранник, восьмерка. и вот таким вот образом все это дело разбирается. Но есть один большой минус этого механизма. Основная проблема в том, что практически невозможно угадать момент, когда вы вытолкнули шплинт до края последней части звена. То есть, как правило, шплинт вываливается полностью и остается в вот этом вот болте, в котором есть специальное сверление для выдавливания шплинта. Сейчас я покажу. Шплинт вот здесь. И самая огромная проблема потом в том, что на моторе очень неудобно этот шплинт наживить на звену цепи. То есть, здесь, вот на вот этом съемнике вот такой вот механизм, здесь подпружиненная направляйка, то есть, подразумевается сборка цепи следующим образом. Я все это показываю в тисках, поскольку в тисках это делать удобнее всего. Вот таким вот образом берется две части цепи, то есть, в общем-то, в случае при сборке двигателя берется, в общем-то, два хвоста цепи. Все это дело собирается. То же, что не особенно удобно, вот таким вот образом одевается на направляйку, для того, чтобы оно не развалилось, и дальше каким-то немыслимым образом я должен умудриться вот этот вот шплинт вставить в цепь, что, конечно же, невозможно, потому что все это вставляется напряженно, и здесь вот такой вот болт, у которого специальное сверление, углубление просто-напросто, под высоту шплинта, для того, чтобы ровно его запрессовать в цепь, чтобы он выглядывал с двух сторон одинаково. Как этот шплинт туда затолкать, не подготовившись, не всякий додумается. Что я сделал? Я взял болт с таким же диаметром резьбы, М10, шаг полтора, по-моему, насколько мне не изменяет память, и просверлил здесь отверстие сначала сверлом два с половиной миллиметра, а потом фрезой специально расширил до 2,6, потому что 2,5, если сверлить, то шплинт туда не залазит, потому что шплинт 2,6. Вот таким вот образом я сделал сверление для того, чтобы ровно половина шплинта выглядывала из болта. Далее данный болт я закручиваю вместе со шплинтом. Вот таким вот образом я его сначала наживляю в цепь. Шплинту, конечно же, деваться некуда, потому что я его давлю прямо в цепь, и он, опять же, не выпадает, потому что он частично вставлен в болт. Я его туда задавил. Теперь мне необходимо мой болт полностью выкрутить. Цепь норовит сейчас крутиться вместе с болтом, потому что шплинт очень туго входит в болт. Вот болт я убираю полностью. Мне особенно удобно, надо будет как-то это все потом облагородить для быстроты. А теперь беру штатный болт с углублением, закручиваю его на место предыдущего, беру уже шестигранник на 8 и додавливаю его на свое законное место. Все. На этом все. Выкручиваем, вынимаем цепь, смотрим, что получится. ровно посредине кадра сейчас находится то соединение, вот сейчас посредине кадра находится то соединение, которое я заклюковал. Как видите, идеально. И опять же, как вы видите, без определенных доработок данного съемника никак не обойтись. Но все равно 700 рублей все-таки не за воздух плаченый. Я хочу сказать, что достаточно удачная придумка и реализация, но немножко недоработана, поскольку, опять же, видимо, расчет на мега целкость и мега смекалкость. Но еще приятно радует один момент, что со всем механизмом идет еще один запасной болт с жалом для того, чтобы вдруг у вас он сломался или еще что-нибудь. То есть у вас всегда есть запаска. Вот такая штука. Ну, это отступление относительно конкретно взятого съемника. И вдруг, может быть, кому-нибудь там понадобится сделать что-то свое, если нет возможности купить готовое. Да, кстати, хотел показать вам, как выглядит выработка на шпринтах цепи ГРМ. То есть, как видите, в совокупности, если все звенья собрать, то, я думаю, что как минимум миллиметров 5 лишней длины наберется. Стандартный обзор ничем не приметных запчастей. Какой-то неизвестный ноунейм цилиндр хиг куалити зп. Короче, зп это, наверное, ну, в общем-то, на зарплату, как говорится. Оставь зарплату в магазине. А вот G6-125, это, по-моему, цилиндр был. Нет, это головка. Головка. Ну, ну, да ладно. В общем, покажу для комплектности, как говорится, для полноты картины. Очень похож цвет цилиндра на Black Duck, нами всеми любимый, у которого зазоры плюс-минус километр, это вполне себе нормально. Смотреть, по большому счету, нечего. Вроде бы нормально отфрезеровано. Поршень такой достаточно аккуратненький с выборками под клапана. Вот так вот это все выглядит. Ну, так неплохо даже. зазоры минимальные. Будем надеяться, что как можно быстрее все это дело задерет из-за этих минимальных зазоров. Так, стандартный набор колец, манжет, который очень желательно менять каждый раз во время разборки, потому что, ну, нафига оно вам надо постоянно иметь двигатель грязный, только из-за того, что вы решили сэкономить 25 рублей. Стопорные кольца, постель, распредвал, опять же, безобходные муфты декомпрессора. То есть, сначала они же придумали обгонную муфту, и они же потом от нее и отказались. Это нормально. Муфта на старом распредвале благополучно скончалась, крутится в обе стороны, поэтому пытаться разобрать ее, реанимировать, мне что-то не совсем хочется. Так, головка клапанов. По-моему, она выгодно отличается от старой головки клапанов. К сожалению, у меня тут немножко, ну, я немножко раскрылил головку старую, пытаюсь сделать наглядное пособие по работе четырехтактного двигателя. Может быть, когда-нибудь, если у меня будет блок двигателя и все остальное, я его окончательно соберу и сделаю огромный, обширный мануал с самым наглядным, наглядным пособием. Так, где же у меня клапана? Где-то они были, были, были и перестали. А вот, вот, что мне любопытно больше всего, да, клапана разительно отличаются по размеру. И это приятно радует, приятно удивляет, даже я бы сказал. Сейчас покажу. То есть, продувка будет лучше. Ну, как-то вот, нет, не так. Я сейчас сделаю по-другому. Я сейчас выну клапана и приложу их рядом. Так, впускной клапан. Вот у нас впускной клапан. Так, так. И вот впускной клапан со старой головки. Как видите, он чуть-чуть больше. Это хорошо. То есть, получается, что на старой башке впускной клапан был размером с выпускной на новый. То есть, возможно, если нам повезет, то все это дело повалит чуть-чуть резче, чем до этого. Сейчас мы еще поглядим на распредвалы. Может быть, они чем-нибудь отличаются. так, 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 так. Поглядим. Так, база шейки. 21, и 2. А здесь 21, и 2. В общем, мальчик и мальчик. Поэтому шило на мыло менять мы не будем. Я так понимаю, что распредвалы, ну, по крайней мере, визуально очень похожи. Значит, фазы не изменятся. Фаза продукки. Так, теперь бы не напутать. Это новый, это старый. Да, кстати, очень примечательно, что я купил сальники якобы Хонда. Да. Ну что, время ставить. Я надеюсь, не надо никому по 100 раз показывать, как это все собирается на примере конкретного мопеда. Если вдруг кто не знает на самом деле, то вы можете перейти либо по ссылке в описании к видео, либо по этой аннотации и посмотреть, как это все делается. Потому что мне в 100 раз показывать это просто лень. Двигатель готов, и он даже о чудо заводится, но это еще не все. Меня попросили поменять колодки, потому что все это дело вообще абсолютно никак не тормозило. Я здесь разобрал и образовались еще кое-какие подробности. И почему меня это не удивляет? Придется разбирать редуктор. Для меня, конечно, это дикое раздражение, но вот для вас радость. Посмотрите, наконец, как выглядит редуктор на 157-м моторе. Да, кстати, спасибо всем, кто мне рекомендовал воспользоваться фильтрбоксом от Приоры, но я не буду изменять своим принципам. Я сюда затолкал таким вот образом мочалку, прописал ее, и я думаю, все это будет работать ничуть не хуже, чем Приоровский фильтр. Только фильтрбокс прикрутил. Ну, тут, конечно, и так, в общем-то, на одном всего лишь болту держится, но все равно. Постоял, хватит. Ну, что ты, блин, не вылазишь, ну, хрен затолкаешь, хрен достанешь. Просто. Гидеи. Где долбанная головка на 8? Вообще, редкий случай в моей практике, чтобы я ремонтировал табуретку, блин, какую-нибудь в течение двух или трех дней. Обычно все происходит намного быстрее. Куда быстрее. В этом случае, да хотя, что я удивляюсь, это ж китайцы. Ну, хотя на моей памяти первый китайец, у которого поломано ну все, буквально. Странно, как еще пластик на месте. Как вам известно, для начала, чтобы снять крышку, нужно открутить вот эту вот порнографию, которую язык не поворачивается назвать системой кикстартера, потому что это такое уйо, которое еще поискать стоит более убого. Так, теперь самое интересное, самое веселое, что я люблю делать. это, кстати говоря, та самая коротконогая 157-я китайская фигня. Количество болтов здесь, как я и говорил, 8 штук, а на длинной ноге, насколько мне не изменяет, память 10. Сейчас понадобится киянка, потому как я понял, этот табурет, как купили, так никто сюда и не лазил. Кстати, какой у него пробег? Не, ну что, уже пора капиталить, 7700 километров. Это, знаете, это как сравнение цикла жизни человека и кота. Если человек, допустим, 90 лет, то он старый. Если коту 15 лет, то он тоже старый. Поэтому, если китаец проехал 7000 километров без ремонта, это фантастика! Посмотрим, что у тебя тут интересного есть. Судя по тому, что крыльчатка живая, ни одна лопасть не отломана, я думаю, что и здесь еще муки не чпукались. Ну, поскольку нам еще понадобится и это разбирать, то и тебя мы снимем. Вообще, обычно тут шайб нету, насколько мне известно. Тут почему-то и тут, и тут шайбы стоят. Причем одинаковые. Не исключено, что быть может кто-нибудь когда-нибудь все это трохамуди здесь разбирал. Тут ничего интересного, ничего даже не развалилось. Здесь, что? Тут тоже все достаточно скучно выглядит, ролики еще даже круглые. Удивительно. Я разочарован. Я хотел здесь увидеть что-нибудь из разряда ролик боком. Знаете, есть такое французское слово жжо-жжо-ппа. Пишется с двумя закланами же подряд. Вот это применимо, наверное, к этому дириж-баблю. Потому что такого количества поломок я ни на одном табуре не помню. В таком запущенном виде ко мне еще ни один трахмобиль не приезжал. Ну что получается? Цепь вытянутая, поршневая, выточенная, уже вытертая до такой степени, чтобы колец практически компрессионных не осталось. Головки гаплык, тормозам гаплык, подшипнику вторичного вала тоже. Это прям я не знаю. Прям какое-то пособие наглядное по тому как делать не надо. Так, интересно, есть в этой корости масло? Сейчас опять я весь буду в масле. Ненавидно. Внизу есть сливной болт, поглядим, что тут есть вообще. Есть ли вообще? Блин, что-то есть. Я вам скажу, что это что-то еще довольно-таки неплохого цвета, без каких-либо примесей металлической стружки, что очень удивляет меня на фоне общего состояния этого дирюш-бабли. Так, ладно, пускай избегает, я пока покручу. О, тадом 17-м запахло. Этот знакомый довольно мерзкий запах. Пожалуй, здесь понадобится молоток из другого материала. А, ну да, будет разбираться хреново, если открутить не все болты. ну что, достаточно-таки еще и неплохо все здесь чистенько. Правда, немножко здесь чуть-чуть болтается, но это нормально. Люфт уже быть должен, и зазор тепловой быть должен тоже. поэтому все идет по плану. как бы это все так разобрать, чтобы поменьше материться. Ой, упала. Ладно, хрен с тобой. Ой, упала. Хочется еще подшипник выбить таким образом, чтобы потом не трахаться, не выбивать внешнюю бойму, потому что вы увидели, что здесь сепаратор развалился вообще в ноль. Не идете. Надо молоток побольше. Если что-то плохо снимается при помощи молотка, вы, значит, неправильно выбрали размер молотка. Это аксиома любой мастерской. Не можешь разобрать 400-граммовым молотком? Бери 600-граммовый и так по нарастающей, пока не получишь результат. Так. Я, конечно, все понимаю. Может, я что-то не то делаю. Слушай, сальник какой, блин, веселый. Тут такой шат охрененный был, а он четко, нигде ничего не текло. Все держал. Мы держались как могли до последнего. Ой, шарики покатились. Может, к добру, а может нет. Сейчас бы, конечно, при помощи этих шариков разобрать здесь все. Ладно. Сейчас пока подвыключу, разломаю, потом включу обратно. Наконец, я замучил этот гребаный подшипник. Пришлось, конечно, изрядно поторабанить здесь, но я выбил внешнюю обойму. Это, в общем-то, было самое сложное. Внутреннюю обойму будет снять с вала куда проще. И я выяснил причину, по которой он изначально, будучи собранным, не хотел выниматься. Вот это дренажное отверстие, которое находится между внутренним сальником редуктора и внешним подшипником вторичного вала редуктора. И в это дренажное отверстие высыпался сепаратор, который развалился заблаговременно задолго до того, как я сюда залез. И, разумеется, заблокировал вот это вот дело и не дал внешней обоймы вынуться. Только после того, как я обойму забил обратно на место, продул здесь пистолетом для продувки в обратную сторону. Здесь, кстати, есть с этой стороны отверстие. Все вынулось. Теперь моя задача поехать и купить такой подшипник, потому что я думаю, что у меня в наличии данного нет. Ну и, наверное, сальник тоже. Хотя, посмотрим, вдруг у меня есть. Я отмыл картер редуктора. Теперь здесь чистенько отскреб старую прокладку, сгонял по-быстрому за новым подшипником. Сейчас я его покажу. Сказали мне, что это 103, но я не спешу этому верить. Я лучше продиктую вам модель этих подшипников, раз уж у меня не было возможности и желание в первую очередь в мануале про 157-й мотор рассказывать про редуктор. А тут прямо-таки выдался идеальный случай. Я сюда залез, как говорится, с чувством, с тактом, с расстановкой. Итак, обсудим. Значит, по порядку. Первый, второй, третий подшипник правого ряда. Первый, значит, 63-01 модель, второй, вот бы увидеть нормально, 60-02 и 60-04. Вообще, если не говорить о модели подшипника, то вот размер конкретно вот этого подшипника 20 на 42. Сальник, который стоит рядом с этим подшипником, с внутренней стороны, которую я достал, 27 на 42. Сейчас я установлю этот подшипник, но прежде, чем я его установлю, я еще расскажу вам про модели подшипников левого ряда. Итак, вот в зеркальном порядке я сейчас буду вам говорить модель. Первый 62-04, второй 62-02 и третий 62-03. Это на случай, если вам понадобится разбирать редуктор, а я по себе знаю, что очень не хочется разбирать сначала редуктор, брать все подшипники и пешком чесать за новыми. Поэтому лучше всего знать доподлинно все модели подшипников, купить их заранее, приехать в гараж, не спеша все это разобрать, поменять и радоваться жизни. Поэтому надеюсь, что эта информация была вам полезна. теперь я установлю новый подшипник. Подшипник вот этот конкретно должен быть закрытого типа, поскольку он не защищен от атмосферных явлений, поскольку стоит за сальником. А все остальные подшипники, как видите, открыты, потому что они находятся внутри картера и смазываются содержимым картера. А именно, ну, как правило, это либо ТАД-17, либо какое-то трансмиссионное. Вообще, я вам скажу, что здесь не те нагрузки, чтобы сильно уж мудрствовать с типами смазок. Сюда любое масло по моему личному имху очень даже сгодится, лишь бы оно здесь было. Я восстановил подшипник и сальник. Сальник, еще раз напоминаю, 27 на 42, подшипник 20 на 42. И, как видите, за счет того, что диаметр внутренний сальника немножко больше, то проглядывается подшипник. Сальник устанавливается пружиной вовнутрь картера. Если руки крепкие и мозоли толстые, если вы понимаете о чем я говорю, то можно в принципе затолкать сальник даже голыми руками без использования оправок. Не допускается установка сальника в глубину. Сальник устанавливается ровно по краю посадочного места, поскольку здесь необходимо расстояние между сальником и подшипником для того, чтобы масло, которое возможно будет выдавливаться через сальник, смогло выйти через дренажное отверстие, а не через подшипник. Поэтому между подшипником и сальником обязательно должно быть расстояние для дренажного отверстия. будет заблокировано и возможно при избыточном давлении начнет давить сквозь подшипник, вымывая его внутреннюю смазку. Я говорю конкретно сейчас про правый подшипник вторичного вала. Теперь собираем редуктор. Сначала устанавливается вторичный вал. На вторичный вал устанавливается позже шестерня, а сначала устанавливается промежуточная шестерня. Если уж хотите, то теоретически можно даже посчитать зубья каждый из шестерен. В общем-то, наверное я сейчас это и сделаю специально и исключительно для вас, если вдруг кому-то эта информация будет полезна. Начнем с количества шлицов на первичном валу для установки колокола сцеплений. 19 шлицов и точно так же по-моему, если мне не изменяет память, 19 шлицов на вторичном валу, где колесо одевается. Но это чуть-чуть позже. Ладно, посчитаем количество зубьев большой шестеренки промежуточного вала. 42 зуба. Маленькие шестеренки промежуточного вала. 13 зубьев. Так, ставим ее на место. Количество зубов первичной шестерни. 15. 15. И последняя инстанция это большая шестерня вторичного вала. 40 ровно. 40 зубов. Количество шлицов для посадки этой шестерни. 19 здесь, 19 здесь и 19 там. Это я уже практически точно помню, потому что я пытался экспериментировать с двигателем GF-06 и хотел туда устанавливать колесный диск со 157 мотора. Кстати говоря, на GF-06 очень запросто становятся 13-12 диски именно с вот этих вот китайских моторов, поскольку здесь точно так же, как и там, 19 шлицов. Далее. Устанавливаем шестеренку. У нее нету наружной или внутренней стороны. Она полностью симметрична. И здесь можно не переживать поводу того, напутаете вы или не напутаете с установкой шестерни в правильное положение. Теперь понадобится прокладка. Прокладки можно купить, я думаю, в любом мото-магазине. Как правило, продается обширный набор, который предусматривает сразу весь комплект на весь двигатель. Это проще всего, чем пытаться угадать на что-то, что вы сами хотите. Обратите внимание, что данный редуктор вообще не имеет никаких регулировочных шайб. Так что, теоретически, если собрать его без прокладки, то, возможно, мы не сможем получить свободное качение, что, в принципе, сейчас легко проверяется. Берем крепежные болты этого редуктора и закручиваем их прямо без герметика. Вот. Берем, затягиваем и смотрим, будет ли свободно вращаться редуктор, если его собрать без прокладки. Итак, редуктор крутится крайне сложно, то есть рукой его крутить достаточно тяжело и где-то вот в одном положении он начинает вращаться легче, а потом обратно его зажимают. То есть, это говорит о том, что где-то здесь есть некоторые неточности в изготовлении самих шестерен и валов, но все равно, как видите, лучше собирать не на герметик, а именно на прокладку. Сейчас посмотрим, как он себя будет вести с прокладкой, потому что, допустим, от руки вот так вот пальцами его и не покрутишь особо. Все, сразу свободное вращение, что, в общем-то, и не секрет вовсе. Ставим прокладку, вот так вот выглядит вся эта система и, в общем-то, ею пренебрегать никак нельзя, потому что это, многие спрашивают, кстати, что это за шланг и, в общем, его можно увидеть на практически 100% двигателей, если туда не лазили кривые рученьки. Это не что иное, как дыхательное отверстие редуктора. На случай, если масло будет нагреваться и расширяться, чтобы было куда лишнему воздуху, разогретому, выходить и сообщаться с атмосферой, чтобы лишнего давления в редукторе не создавалось. Толщины в 0,6 мм от прокладки вполне достаточно для того, чтобы редуктор ваш начал идеально хорошо вращаться. Теперь осталось туда залить трансмиссионки хоть какой-нибудь и можно уже его вовсю чпокать. Обкатка данного узла после ремонта не предусматривается. Все остальное мы собираем как есть, без каких-либо нововведений, поскольку здесь ну так, по крайней мере визуально все вполне себе в пригодном состоянии пребывает. Одно лишь но, это вот этот вот гребаный кикстанер, который постоянно мне получит мозг. Терпеть его ненавижу. Но вариантов у меня немного. Придется сейчас ему поддаться. Все, стой, скотина. Шкив. Задний-задний шкив. Вот он. Кидаем шкив. Потом берем наш многострадальный ремень, но еще очень даже бодрый. И, кстати говоря, удивительно, но без трещин. Ищем маркировку, если она есть. Она есть. Она плохо просматривается, но высмотреть ее можно. Это у нас Powerlink, судя по всему. Хотя не уверен. Но, по крайней мере, желтые буквы это часто Powerlink. Непонятно. Как вы помните, ремень ставится таким образом, чтобы, когда вы смотрите на него сверху вниз, у вас читались надписи. Это правильная поза в ремне. Как правило, при изготовлении ремней именно вот таким вот образом наматывается на них корт и верхний слой, для того, чтобы его не задирало против шерсти. Но это не всегда отвечает реалиям жизни, но с точки зрения фэн-шуя все-таки лучше собирать маркировкой таким образом, чтобы она читалась. Я все время забываю, что откуда. По-моему, узкая гайка это на сцепление, а широкая гайка это на ведущий шкив. Если обратите внимание, гайки здесь нифига не одинаковые. Одна из них выше, другая ниже. Та, которая ниже, устанавливается на колокол сцепления. Та, которая выше, устанавливается на шкив, на ведущий. И так. Собираем слайдера. Один товарищ меня, конечно, очень сильно улыбнул. Вконтакте присылает фотографию убитого шкива. Спрашивает, а что такое? Я поставил новый шкив, третий по счету, и у меня в третий раз по счету вырубает полностью направляйки. и прикладывает в качестве файла фотографию с пауком без слайдеров. Ну и пацаны, конечно же, с него проорали. Спросили, а ты как, мол, слайдера вообще знаешь, что такое? Или для тебя это новость? В общем, слайдера не забываем, конечно же, потому что слайдера здесь выполняют не самую последнюю работу. Для того, чтобы быстро установить ремень на втулку и не рвать пуп, можно сделать два телодвижения. Первое, это вот таким вот образом потянуть ремень и, возможно, хватит этого для того, чтобы натянуть на втулку. Если не получается сделать то, что я сейчас сделал, то можно упереться в корпус и потянуть ремень на себя вперед всей пятерней. Шкив разойдется, ремень провалится, никуда не денется и все будет пучком. Сейчас я это делаю для того, чтобы, когда я буду устанавливать щеку переднего вариатора, мне удалось ее одеть на шлицы. Хотя ее, в принципе, и так удается одеть. Накидываем шайбу, накидываем гайку, берем головку на 17. Сначала берем трещотку. Если у вас есть пневмогайковер, значит вам повезло точно так же, как и мне. Для тех, кому повезло меньше, придется вспоминать, каким образом в ранних выпусках я собирал подобный вариатор. Для этого существуют определенные съемники и одевальники. Обратите внимание, что я не сразу тяну пневмогайковертом, потому что мне нужно, чтобы коленвал сделал пару оборотов назад. Пока я кручу и закручиваю гайку, я таким образом свожу половинки шкива и ремень успевает выйти на радиус, когда я сжимаю это все дело. Если я сразу начну тянуть пневмогайковертом, то я сожму в одном месте ремень и он будет заклиненный, что, конечно же, для его ресурса нехорошо. А теперь уже можно и затянуть. Стоять. Ставим на максимум. И здесь то же самое. Придерживаем руками, но аккуратно. Потому что один раз меня намотало. Все. Сюда прокладку можно ставить не надо, потому что все равно картерное пространство вариатора вентилируемое, поэтому даже если у вас здесь стоит псевдо-воздушный фильтр вот такого вот плана, он в редком случае вообще как-то помогает. Поэтому все равно, как видите, здесь если хорошо подуть, то можно обнаружить массу пыли. Причем не только от ремня, но и пыль с дороги. Так. Перед тем, как собрать всю эту трахамудию, я все-таки, пожалуй, смажу механизм кикстартера хотя бы немного, потому что он сухой, как в пустыне, и рано или поздно он прикажет долго жить. Кикстартер перестанет вращаться, как в видеоматериале про совершенно новый китайский мопед, который уже успел поломаться. Для тех, кто следит за моими обновлениями регулярно, те знают, про что сейчас идет речь. В общем, мажем все обильно, кроме ремня. Не забываем проверить наличие втулки в крышке вариатора, потому что эта втулка одевается непосредственно на первичный вал системы кикстартера. Если втулка выпадет, то вот эта вся срань начнет болтаться, что, конечно же, нехорошо для этой сраней и для ее ресурса. Ну, в целом, все. Остается только все это собрать до кучи и, наконец, проверить, будет ли все это работать как надо. Теперь самое интересное. Наливаем именно красного цвета масленку необходимую нам смазку. Откручиваем этот болт и начинаем трамбовать туда масло до тех пор, пока оно оттуда не польется лишнее. В общем-то, болт именно в этом месте организован исключительно для той цели, чтобы быть одновременно и заливным отверстием и индикатором правильной наполненности редуктора. То есть, когда через него полилось, это говорит о том, что здесь как раз-таки ровно 110 миллилитров, как и написано на крышке вариатора. О, полилось. Лишнее масло там не помеха, поэтому оставим его немножко там, сколько бы его там больше не было. Все, закручиваем. Готово. Не уверен в успехе, но надежда умирает последней. где моя продувалка? Ужас! Где же он стоял? Ужас! 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 Ну, короче, как видите, удивительно, но оно работает. Удивительно, но оно даже тормозит. И удивительно, оно даже глохнет. Поэтому у меня на сегодня все. Надеюсь, я все, что мог, рассказал по этому Дирижбаблю. с вами был Евгений Матвеев. Это был новый формат. Подписывайтесь, оценивайте, не держите в секрете от друзей. Всем привет из солнечного крема. Ну что, Дирижбабель, поехали. Вот это самое интересное, то, что я сейчас хотел продемонстрировать. Да летишь ты, ёб твою мать, быстрее, сука, ты что, газ не можешь нажать? Спалился. китайский лючек. Еще желающий умереть есть Та выласть, ну. Ну, ты падла, ну. Сука рваная, блядь. Какого хера, блядь, надо, спрашивается. О, не прошло и полугода. До свидос. За да глядь. Нų… тьфе! Продолжение следует...